Мне всегда интересно помогать людям. За свою помощь денег больших я не беру. Да и, честно говоря, в этой стране на благодарность рассчитывать не приходится. Но раскрутить можно любого. Достаточно обратиться на телевидение к специалистам. В телевидении много специалистов, но вот один из них. Какую точку мы сегодня раскручиваем? Мы сегодня раскручиваем, с сегодняшнего дня точнее, магазин автозапчастей, который располагается на улице Вокзальной 17. Что? Страшно стало конкурентам? Ну вот, бойтесь, бойтесь. Потому что за раскрутку взялись мы. Количество тех, кто занимается продажей запчастей в Магнитогорске, уступает только турагентству. Но принцип-то один. В турагентствах сидят в основном низкоквалифицированные перцы. В магазинах запчастей для иномарок тоже. Да и проверить это легко. Для первых, тест. Где рядом с рекомендованным отелем найти дешевый алкоголь? Для вторых вопросов. Сколько стоит оригинальный амортизатор на Форт Аурус? Если же и в том и в другом случае манагер будет морщить лоб или покрываться подом, смело дуйте оттуда. Запчастями, как и туризмом, должны заниматься люди квалифицированные. Не страшно выходить на рынок, такой типа раскрученный городом Магнитогорск, рынок запчастей для иномарок? Нет, абсолютно нет. Большое количество машин, иномарок много. С каждым днем все больше появляется автомобилей. То есть есть спрос. Больше 10 лет занимаюсь авторемонтом. То есть имею большой опыт в этом деле. Свой сервис также имеется. Поэтому не просто так. Естественно, умея ремонтировать иномарки, рано или поздно у человека появляется желание не платить перекупом, а заниматься самим. Тем более, зная о том, что разницы в оригинальных запчастях и дубликатах-то и нет. Мало того, я вам открою сейчас страшную тайну. Производители автомобилей не производят запчасти. Более того, они эти запчасти покупают у профильных фирм. Кому-то стало плохо. Ничего-ничего. Плохо, а точнее сложнее станет жить. Потому что в бой за сроки и цены включился фаворит. Мы стараемся всегда сокращать сроки. Бьемся за это. Сейчас, в принципе, срок неделька. У нас где-то так вот. Ну и будем как бы уменьшать их. А что есть в наличии? Ну, в наличии практически большой выбор всех расходных материалов. Это фильтра, то есть там расходники такие, свечи, ремни, колодки. Ну и, естественно, про изюминку. Болиды Формулы-1 расписаны во все цвета радуги. И этикетах на них приляпано море. Но есть в мире и Формула-2. Тоже так навороченная тема. Так вот, эта формула спонсируется маслами Кома. Представьте себе, не одна команда, а целая формула. Вот эти масла и являются изюминкой фаворита. Цена довольно-таки неплохая. Тем более фасовка идет 5-литровая этого масла. Это масло Кома. Производство Англия. То есть хорошее масло. Сами давно с ним работаем. Им пользуемся. Ну и что вы думаете? Поедут ли сюда люди? Да не вопрос. Сюда едут тысячи горожан. Если не весь город в поисках низких и справедливых цен. Да, открытие метро усосет некоторую часть. В основном предпринимателей. Но Ашана, Икея, Меги и Космопортов нам пока еще не видать. Настоящих народных торговых центров. С мировыми ценами на товары. Поэтому зеленый рынок и склады овощехранилища рулят. Да и будут рулить. В ближайшее время. Здесь только авторынка не хватает. Поэтому в центр деловой активности люди ездить будут и заходить за запчастями. Тем более, что проехать мимо не удастся. Интересно, почему вокзальная 17? Почему люди не располагаются в престижном центре города? Ну, в престижном центре города. Извините, аренда абсолютно непрестижная. Соответственно, придется цены на запчасти держать высокие. И в принципе-то за хорошими ценами люди поедут и на вокзальную 17, и в Белорецкий, и в Сибай. Кстати, жители Белорецка, Сибайя, Фиршампенуаза, Верхнеуральска. Четенки приезжают в город Магнитогорск. Затариваются, естественно, здесь, на зеленом рынке. На улице Вокзальной, автомобилистов. Здесь много чего можно купить. Это все дешево. И теперь, сегодня, и сейчас здесь можно купить и запчасти. На многочисленные иномарки, которые расплодились в сельских районах.